Слушайте доктора! Детская эндокринология – очень широкая область здравоохранения нашей медицины. И занимаются детские эндокринологи органами, которые вырабатывают гормоны, проще говоря. Это основной наш орган – гипофиз. Он находится в головном мозге, и он регулирует всю эндокринную систему. Ниже, в области шеи, находится щитовидная железа, которая отвечает достаточно серьёзно за многие процессы. Это процесс роста, это процесс полового созревания, это интеллект, как ни странно. Основной орган, который отвечает за интеллект – это щитовидная железа. Естественно, это поджелудочная железа, которую вырабатывает инсулин. Это надпочечники, это половые железы, которые отвечают за наше половое созревание, за репродуктивную систему, за наше потомство. То есть вот такой широкий спектр органов, которыми занимается детский эндокринолог. С какого возраста могут начаться проблемы, либо это может быть врождённое заболевание уже у ребёнка? Да, к сожалению, проблемы с эндокринной системой могут начаться с самого рождения. Есть врождённая патология, например, это врождённый гипотирёз, то есть когда щитовидная железа не работает у малыша. Есть так называемая врождённая надпочечниковая недостаточность. И для того, чтобы выявить эти заболевания с рождения, у нас проводится так называемый неонатальный скрининг. Каждый новорождённый ребёнок обследуется на пятые сутки на самые тяжёлые врождённые заболевания, куда включены врождённый гипотирёз и надпочечниковая недостаточность. То есть практически на первой неделе жизни малыша мы можем выявить вот такую серьёзную патологию и начать лечить. Дело в том, что если начать лечить вовремя, то эти дети ничем не отличаются от здоровых детей в будущем. То есть они нуждаются в постоянной заместительной терапии, но растут и развиваются, как обычные дети, под контролем детских эндокринологов. Ну а дальше с возраста мы выявляем массу патологий. Это может возникнуть в любом возрасте, и у подростков, и в более старшем возрасте. Скрининг, о котором вы говорили, он проводится, как вы сказали, на пятые сутки. То есть это уже не в роддоме проводится? Чаще всего в роддоме, но если ребёночек выписан раньше, то тогда это проводится в детской поликлинике обязательно. Расскажите, пожалуйста, на что всё-таки следует родителям обращать внимание, если скрининг был, всё благополучно, но всё-таки нужно, наверное, держать под контролем ситуацию? Да, в любом случае обследуются все детки, но отрицательные, то есть хорошие анализы не доносятся до родителей. То есть если родители не разыскал участковый педиатр, ничего не сообщил, значит, у них все показатели в норме. А вот если на второй-третьей неделе жизни их срочно разыскивает педиатр, не надо ни в коем случае от этого отказываться, потому что, скорее всего, у ребёнка есть подозрение на серьёзную врождённую патологию. Потому что в скрининг входят не только заболевания эндокринной системы, там есть и обмены, нарушения, 5 болезней вообще обследуются, на 5 болезней обследуется каждый ребёнок. Поэтому ни в коем случае нельзя затягивать то обследование, которое необходимо провести заново. Все исследования проводятся как раз в нашей больнице, и родители известят, что нужно срочно приехать к эндокринологу или генетику детской областной больницы, чтобы провести дополнительные исследования и подтвердить, либо исключить эту серьёзную болезнь. Что касается другой патологии, на что следует обратить внимание родителей, чтобы возникла мысль для обращения к детскому эндокринологу? Чаще всего на данный момент это проблема избыточного веса. Особенно в тех семьях, где избыточный вес есть у мамы, у папы, у бабушки, у дедушек, и родители стали замечать, что ребёнок начал пребывать весь. То есть иногда считают, что это норма, и поэтому внимания не обращают, ситуация запускается. Да, к сожалению, приезжает уже к эндокринологу в достаточно запущенной форме, когда ожирение приобретает форму болезни. Это уже высокая степень ожирения, когда ребёнку необходимо стационарное лечение, стационарное обследование, когда у ожирения начинаются осложнения. Не надо забывать, что это серьёзное заболевание, особенно в подростковом возрасте. Ожирение приводит к артериальной гипертензии, к нарушению углеводного обмена вплоть до сахарного диабета, к нарушению полового созревания, а чаще всего это отставание полового созревания. И тогда уже ребёнку требуется обследование и такая массивная терапия. И очень часто вот такое осложнённое ожирение приводит к инвалидности. Поэтому, чтобы не допустить до таких проблем, нужно к эндокринологу обратиться как можно раньше, как только вы заметили, что ребёнок пребывает в весе. Ребёнку стало тяжело подниматься по лестницам. Очень часто мы видим, когда уже у большого 6-7-летнего ребёнка мама пытается помочь ему раздеться, одеться, снять обувь, потому что малышу тяжело из-за собственного веса наклоняться. Вот ни в коем случае нельзя этого допускать. Нужно услышать, увидеть, принять, что у ребёнка есть ожирение и обратиться к детскому эндокринологу. Следующая проблема — это отставание роста. Если ребёнок ходит в детский сад, в школу, обычно родители замечают, что он отличается в росте. Но здесь, наверное, важно обратить нисколько разницу между сверстниками, потому что родители у этих детей тоже разные. Есть высокие папы и мамы, есть низкие папы и мамы. Наверное, нужно обратить на годовую прибавку роста. Если ребёнок за год вырастает меньше, чем на 4 сантиметра, это повод срочно обратиться к детскому эндокринологу. То есть есть во многих семьях такая привычка измерять рост ребёнка. Уважительная традиция, да, хорошая традиция. В Новый год или в день рождения делать насечки. Если мама заметила, что в определённый год вот это расстояние стало очень маленьким, малый ребёнок прибыл, нужно обязательно пойти к детскому эндокринологу. Если у ребёнка снижается память, если он стал каким-то вялым, он мало интересуется книжками, игрушками, в детском саду воспитатель жалуется, что он отказывается играть, плохо контактирует с детьми, ребёнок устает в школе, он плохо запоминает стихи, ему очень трудно отвечать, то, вероятнее всего, у ребёнка так называемый дефицит йода. То есть это проблема наша общая. Региональная проблема. Да, к сожалению, мы все живём в регионе, в котором уже давно подтверждено, что это регион с йодным дефицитом. И поэтому мы рекомендуем всем детям, особенно подросткам и беременным, кормящим женщинам, использовать йод в качестве добавки к пище. Вот поэтому, если родители не дают йод и заметили вот такие проблемы у ребёнка, такое минимальное отставание роста, снижение памяти, то обязательно нужно к эндокринологу обратиться. Ну и, наверное, такая самая серьёзная проблема в детской эндокринологии – это сахарный диабет. К сожалению, дети болеют самой тяжёлой формой диабета – это так называемый инсулин-зависимый сахарный диабет. Это тогда, когда в организме перестаёт полностью вырабатываться инсулин. И никаких других методов, как заместительно дать этот инсулин, к сожалению, не придумано. На сегодняшний день инсулин может вводиться только путём инъекций. Ни в таблетках, ни в спреях через нос нет инсулина, потому что он очень быстро расщепляется. Поэтому заболевание тяжело лечится, тяжело корректируется. И проблема в последнее время, вот особенно, наверное, последние три года по всей России состоит в том, что впервые мы выявляем этот диабет у детей раннего возраста. Впервые зарыты? В жизни, да. То есть заболевают дети до 4 лет. То есть раньше такого не было? Раньше, ну вот я работаю уже 24 года, и если появился ребёнок с диабетом, впервые к нам поступил в возрасте 2 или 3 лет, для нас это была катастрофа. Это был какой-то нонсенс. Это было 2-3 ребёнка в год. Сейчас это 14-15 детей в год. Такой значительный рост. С чем вы это связываете? Дело в том, что сахарный диабет – это аутоиммунное заболевание. И, как отмечают педиатры, у детей не только увеличилось количество заболеваний с сахарным диабетом, но и других аутоиммунных заболеваний. Наверняка это связано с внешними факторами. Например, экология. Доказать это сложно, но тем не менее. Это продукты питания. Это ранний отказ от грудного вскармливания. Вот этот факт доказан достоверно. Чем раньше мама прекращает кормить грудью, тем больше риска и больше вероятности, особенно если есть наследственность по диабету, то, что у ребёнка возникнет сахарный диабет первого типа. Это связано с полезными веществами, которые ребёнок получил? Это связано и с иммунитетом, потому что, как ни странно, мама передаёт антитела, то есть иммунитет, все эти защитные вещи с молоком. Ну, наверняка это какая-то генетика тут срабатывает. Мы обязательно связываем сахарный диабет со стрессовыми ситуациями. Но мы живём сейчас совсем по-другому, не так, как раньше. Вот поэтому, ну, представляете, если ребёнку год или два, как сложно этому малышу объяснить, что сейчас ему нужно есть строго по правилам, что сейчас, к сожалению, его приём пищи будет сопровождаться уколом. Причём каждый приём пищи, да, это 4-5 раз в день. Ребёнок будет получать инъекцию инсулина. А перед этим он ещё должен подставить палец, чтобы мама его уколола и проверила уровень сахара. Удовольствия мало. Поэтому и вести, то есть вот контролировать и лечить этих детей очень сложно, да, не только физически, но и морально. очень морально работать с мамами этих малышей, с папами, которые очень тяжело принимают эту болезнь. То есть, ну, это объяснимо, это понятно. К сожалению, никаких профилактических мероприятий не существует. То есть невозможно предугадать и невозможно остановить сахарный диабет. То есть если он начался, то он будет. Александра Алексеевна, ещё несколько слов о диагностике. Как выявить? На что должны обратить внимание родители? Вот на недавнем конгрессе детских эндокринологов всероссийском, да, мы буквально обсуждали вот этот вопрос, что мало того, что увеличилось количество впервые заболевших детей, к сожалению, увеличилось количество детей, которые погибают. В связи с тем, что родители поздно обращаются. Раньше, ну, последние 10 лет в нашей области не было летальных исходов. К сожалению, в этом году мы уже потеряли одного ребёнка в области, 9-летнего мальчика потеряли, потому что родители очень поздно обратились за медицинской помощью. На что должны обратить внимание родители? Да, важный вопрос сейчас. Вовсе не обязательно иметь в семье больного с сахарным диабетом. Дело в том, что это наследственное заболевание, но не обязательно оно наследуется от родителей. Вот по статистике в средней популяции, то есть если мы не знаем своё поколение, то чистота заболевших всего 2%. Но это количество увеличивается, если точно в семье больна мама с сахарным диабетом, то риск того, что заболеет ребёнок, увеличивается до 3%. Если болен папа, то риск увеличивается до 8%. Если в семье болен уже один ребёнок, то каждый третий следующий ребёнчик, появившийся в этой семье, тоже будет иметь предрасположенность к сахарному диабету. К сожалению, у нас в области есть такие семьи, где больны мама и ребёнок, папа и ребёнок, мама и папа и ребёнок. Два ребёнка в семье. Есть семья мама, папа и оба ребёнка. Больны диабетом первого типа. Но вовсе не обязательно иметь диабет первого типа. Дело в том, что эта предрасположенность передаётся из поколения в поколение. Может быть, кто-то когда-то болел. Наша прабабушка, прадедушка. Но дедушка, папа, имея предрасположенность, не заболел диабетом. Потому что для того, чтобы заболеть, должен подействовать какой-то толчок. Чаще всего это вирусные инфекции. Это стрессовые ситуации. Это какие-то факторы внешней среды. И что происходит? У ребёнка прекращается выработка инсулина. И первым признаком сахарного диабета является частое мочеиспускание. Ребёнок начинает часто и много мочиться. У маленьких детей появляются эпизоды недержания мочи. И днём, и во время ночного сна. У более старших детей родители обращают внимание, что ребёнок ночью встаёт мочиться. Хотя раньше этого не делал. Естественно, компенсаторно, раз ребёнок много мочится, он начинает много пить. Вообще диабет в переводе с греческого это моча и изнурение. То есть ребёнок пьёт и мочится, пьёт и мочится. И вот этот промежуток времени зависит от возраста. Как быстро ребёнок уйдёт в тяжёлое состояние. То есть дети более старшего возраста, подростки иногда могут целый месяц ходить, пить и мочиться, пить и мочиться. Среднего возраста это примерно неделя-две. Так быстро. Да. А малыши — это несколько дней. То есть мама должна очень быстро среагировать, обратить внимание, что ребёнок пьёт и мочится, просыпается ночью, чтобы попить. При этом отличительным моментом является то, что ребёнок не выбирает, что он будет пить. То есть если раньше он не пил просто воду, а хотел пить компот, что-то вкусное, сладенькое, сок, то сейчас ему всё равно. Он может пить сладкое, солёное, горькое, просто воду, потому что у него сильнейшая жажда. Вот если на этом этапе никак не отреагировать, то следующим симптомом является резкое снижение массы тела. Ребёнок начинает худеть при хорошем, а чаще всего усиленном аппетите. – Подождите, пожалуйста, давайте вернёмся к первому этапу. Насколько обратимы последствия в этом случае? – Они, к сожалению, уже необратимы. Просто если мама заметила и обратится прямо сейчас в поликлинику, в детскую областную больницу, то ребёночка сразу начнут лечить, и не будет тяжёлых последствий. Ребёнок не приедет с мигалкой скорой помощи и не попадёт в реанимацию. Ребёнок не попадёт в кому. И, не дай Бог, ребёнок не погибнет. К сожалению, сахарный диабет уже начался. И чем раньше мы начнём лечить, тем легче этот этап перенесёт ребёнок. Но остановить процесс невозможно. И ждать чего-то нет смысла, что, может быть, сегодня подожду, завтра всё это прекратится. Не надо ждать. Проще приехать. Это может быть детская областная клиническая больница. Это поликлиники по месту жительства. Сдать кровь. Дело в том, что все... – То есть записывали к эндокринологу? – Нет, не надо записываться. Это очень сейчас проблематично. И может запись отдалиться на несколько дней, которые могут стать решающими. Нет, не надо этого делать. Нужно найти максимально быстрый выход. Например, это детская областная клиническая больница. Мы работаем круглосуточно. И принимаем всех детей с подозрением на сахарный диабет. Мама показала, что ребёнок начал много пить, много мочиться и похудел. Пожалуйста, в течение нескольких минут мы сделаем анализ крови и мочи и определим, есть у ребёнка диабет или нет. Мы никому не отказываем. Если ребёнок обратится в какую-то детскую поликлинику, или это центральная районная больница, или это ФАП, все фельдшерско-акушерские пункты в районах, все центральные районные больницы сейчас оборудованы глюкометрами. Это небольшой аппарат, с помощью которого за 5 секунд можно определить уровень сахара в крови. И тут же ребёнку начнут оказывать помощь. Его госпитализируют, свяжутся с нами, и мы решим, как срочно его нужно привезти к нам. Или нужно ещё полечить, например, в районе. Так, на втором этапе мы остановились, когда говорили о диагностике, о снижении веса. Снижение веса. Ещё раз повторяю, что ребёнок начинает худеть, при том, что у него хороший аппетит. И мама удивляется, так много ест и худеет. Очень многие мамы связывают с тем, что на улице жарко, ребёнок много пьёт и худеет. Что он много занимается спортом, что у него, наверное, глисты. Уважаемые родители, у вас могут быть совершенно различные предположения. Но дабы избежать самого серьёзного, обратитесь к доктору, и не надо с этим тянуть совершенно. А вот уж если мама всё-таки не обратилась, и у ребёнка появилась рвота, он стал жаловаться на боли в животе, то однозначно это сахарный диабет. Срочно нужно вызвать скорую помощь, и не надо лечить различными препаратами, как это у нас обычно модно. Наверное, это отравление или ещё что-то. Здесь нужно ребёнку срочно помогать, потому что это очень тяжёлое состояние. Почему мы об этом завели речь? Потому что действительно, ну вот по данным нашей больницы, 58% детей, у кого впервые был выявлен сахарный диабет, приехали к нам в крайне тяжёлом состоянии и сразу же поступили в отделение реанимации. 58%. Эти данные характерны для всей Российской Федерации. И, к сожалению, ведь из этого количества есть дети, которые погибают. Мы их просто не успеваем спасти. Это уже не в наших силах. Поэтому сейчас уже принято решение о проведении так называемых пармских мероприятий. Дело в том, что один из детских эндокринологов Италии, в городе Парма, это маленький город, там небольшое количество населения, решил создать небольшие буклеты с надписью «Ваш малыш стал мочиться ночью». У него появилась жажда, у него опять мокрая постель, нужно срочно обратиться к педиатру. Эти буклеты появились везде, в детских садах, в школах, в магазинах. Большие аншлаги на улице. И количество детей с сахарным диабетом, кто поступал в тяжелом состоянии, снизилось до нескольких процентов. С 50 до нескольких процентов. Стали обращать внимание. Да, просто узнали. И стали с каждым вот с этим симптомом приводить ребенка к педиатру. И у них сейчас нет смертности с сахарным диабетом. Но это только отдельно взятый маленький регион Италии. Но тем не менее, вот эта практика сейчас принята во многих странах. И в России мы недавно общались с главным эндокринологом Екатеринбурга. У них принята такая региональная программа. У них снято несколько клипов с участием известных КВНщиков, которые рассказывают о сахарном диабете у детей. Я думаю, что мы, наверное, будем инициировать подобную программу. То есть образцы буклетов мы уже разрабатываем. И я думаю, что это необходимо. Все-таки мы должны спасти детей, потому что, да, к сожалению, это неизлечимое заболевание. Но качество жизни при сахарном диабете сейчас вполне достойное. Потому что мы прикладываем массу усилий. Мы пытаемся социализировать этих детей. Мы доказываем, что эти дети практически ничем не отличаются. И девизом всех наших этих занятий и начинаний звучит такая фраза, и все наши дети знают, что сахарный диабет — это не болезнь, а образ жизни. Они просто отвечают это все хором нам. И ни в коем случае мы не позволяем им падать духом. Мы всегда их поддерживаем. Наших детей, мы всегда с ними на связи. Ну и вот мы наряду со всеми другими регионами. Да, о качестве жизни теперь, который изменился. Да. Ну, наверное, вы слышали, что сейчас есть возможности вводить ребёнку инсулин не с помощью инъекций, а с помощью так называемой инсулиновой помпы. Это маленький прибор по размеру примерно, как раньше, пейджер, который ребёнок всегда носит при себе. От него отходит прозрачный катетер, маленькая конюля мы называем, иголка, которая устанавливается под кожу, на животе или на ягодице. И вот по этому катетеру помпа передаёт инсулин в той дозе, в которой ребёнок нуждается. И для того, чтобы ввести дополнительный инсулин, например, на съеденную пищу, достаточно маме нажать на кнопочку. То есть вот тех 5-6, иногда 10 инъекций в день уже ребёнок не получает. Он получает только раз в 3-4 дня замену иголки. Ну, практически это примерно так же точно, как инъекция инсулина. Есть все приспособления, чтобы было максимально не больно ребёнку. И инсулиновые помпы мы устанавливаем уже с раннего возраста. То есть вот один из пациентов был, мы ему установили в возрасте 11 месяцев. Правда, сейчас он уже большой, он пошёл в этом году в первый класс. Они уже уехали из Кировской области, но регулярно посылают мне фотографии. И благодарность, какой у нас растёт большой и красивый Андрюша. Вот. Есть детки годовалым, в двухлетнем возрасте. Вот сегодня мы установили как раз помпу трёхлетнего мальчишки, который заболел в прошлом году с сахарным диабетом. И когда в обед ему не вводили инсулин, мама говорит, и всё, пошли спать. Он сделал круглые глаза. Да, он уже привык ждать укол. А мама говорит, нет, всё, укол мы не будем делать. То есть ребёнок этого, конечно, не ожидал. Ну вот мы максимально добиваемся как раз таких эмоций. В этом году наша больница получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в разделе детской эндокринологии. И сейчас у нас появилась возможность устанавливать инсулиновые помпы детям, нуждающимся с сахарным диабетом, не выезжая за пределы области. И при том, как я понимаю, эти помпы детям бесплатно. Да, конечно. Мы устанавливаем и дарим эти помпы бесплатно. Мы их обучаем, устанавливаем. Что представляет собой процедура установления помпы? Ну, во-первых, ребёнок обследуется, у него выявляются осложнения, и если требуется, то они корректируются. И в определённый день обязательно представитель фирмы обучает родителей и ребёнка, если это уже ребёнок старше 7 лет, использованию инсулиновой помпы. То есть каждый технический момент, потому что помпа – это действительно очень сложный такой механизм. Оборудование. Да, каждый шаг, каждая кнопочка обсуждается, рассказывается представителям. Очень всё подробно. Затем подключается обязательно доктор. Непосредственно мы показываем, как эта помпа работает, устанавливаем малышу. И в течение 7, может быть, 10 дней подбирается доза инсулина, которая используется в помпе. Дело в том, что если раньше ребёнок получал инсулин в шприц-ручках, то в помпе потребность в инсулине другая. Поэтому нам нужно время, чтобы эту дозу установить. Подбираем. Ещё раз убеждаемся, что мама всё понимает. Мама умеет пользоваться инсулиновой помпой. Или если это уже подросток. И только тогда выписываемся и остаёмся всегда на связи. То есть, в принципе, круглосуточно нам пациенты могут позвонить. Потому что есть... Ну да, конечно. Вот как раз сегодня мы установили помпу девочки, которая живёт в Афанасьевском районе. Это очень далеко. Она не сможет к нам приезжать. Раз в 10 дней, даже раз в месяц это очень тяжело. Поэтому, конечно, мы будем с ней всегда на связи. И будем её контролировать. Ну то есть, и родители, и ребёнок получают информацию о том, как обслуживать помпу, потому что она ведь тоже требует каких-то расходных материалов. Конечно. Обслуживание. К сожалению, если инсулиновая помпа дарится ребёнку, то расходные материалы не включены в список госгарантий. И поэтому наш регион не обеспечивает расходными материалами к помпе. Я надеюсь, что процесс двинется с мёртвой точки. Да, всё-таки хочется верить. Да, и когда-то и это появится, потому что... Ну как и бесплатные помпы. Раньше ведь такого у нас тоже не было. Хотя помпами мы занимаемся уже 8 лет. Ну, к сведению, первая инсулиновая помпа ребёнку была установлена в нашей больнице, как раз мной. Мы тогда очень переживали. Ну вот за 8 лет, мало того, что эти помпы, в принципе, их появилось несколько видов, разновидностей. Сейчас это очень удобная помпа с дистанционным пультом. То есть ребёночек сидит, как сегодня, например, малыш сидит на диване, а мы с мамой нажимаем на кнопочку и вводим ему инсулин, а он сидит и занимается игрушками. Вот такое дистанционное управление помпой. Есть помпы, которые одновременно мониторируют уровень сахара в крови. И если сахар критически снижается, помпа сама может остановиться, не только сигнализировать, она даже может сама отключиться и не подавать инсулин, потому что просто уже критично состояние ребёнка. Естественно, она сигнализирует, она вибрирует, она кричит, ругается. Вот такие уже умные помпы есть. Поэтому я надеюсь, что и расходные материалы дети тоже будут получать. Сейчас они получают глюкометры, сейчас они получают тест-полоски для определения сахара в крови. Вот уже у многих детей есть помпы. Практически из 300 детей, кто у нас имеет сахарный диабет, уже у 60 человек стоят инсулиновые помпы. То есть достаточно большое количество. Ну, я думаю, что с каждым годом будет всё больше и больше, и мы уже так достойно выглядим не только на уровне всей Российской Федерации, но и на уровне Европы. Достойно. Достойно. Я считаю, что достойно. Да. Светлана Алексеевна, за эфиром Вы упомянули о том, какие мероприятия организуются для ребят, для детей, для диабетиков. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да. Наша главная задача не только лечить этих детей, но и доказать им, что сахарный диабет — это не приговор ни в коем случае. Это образ жизни. Это образ жизни. И мы всегда пытаемся их убедить, что нельзя отказываться ни от какой своей мечты. Я очень горжусь тем, что очень много пациентов, сейчас мои коллеги, они выбирают этот путь. И есть в нашей больнице коллеги мои пациенты, в других центральных районных больницах. Я встречаю своих пациентов на врачебных конференциях. И да более приятно, если честно, что это большие люди. Поэтому вот мы доказываем, пытаемся этим деткам доказать, что они такие же точно. А я бы даже сказала, что у них больше возможностей, потому что у них столько терпения, у них столько сил и воли. Вот мы с вами не представляем, как это, да, потому что мы никогда на себе этого не испытывали, вот этих проблем, да, когда кто-то ест мороженое, а ты понимаешь, что тебе этого нельзя, да. Когда тут просто ребёнок поел, а тебе нужно пойти и сделать укол. Это сильнейшая воля дети. И мы ещё раз это подтверждаем, например, в туристических походах. Ежегодно мы, то есть помощники, спонсоры, помогают нам организовать сплавы. Мы сплавляемся по Вятке, по Великой, по Немде. В среднем это 10 детишек, которые сами грибут на байдарках, обязательно грибут, или на катамаранах. Они сами помогают готовить еду, они сами считают, они сами собирают и разбирают свои палатки, устанавливают. То есть они совершенно ничем не отличаются от обычных детей, они преодолевают все эти сложности. Бывают другие мероприятия. Например, в 2014 году мы с детьми ездили на диаспорт-океаду в Сочи. Да, мы в других регионах участвовали. Но, к сожалению, мы не привезли, конечно, беда. Мы там заняли четвертое место из восьми регионов, но тем не менее... Четвертое место из восьми, это очень неплохо. Ну, я считаю, что да. Дети, конечно... Тем более, приураз ведь ездили. Да, конечно. Безумно понравилось общение с другими детьми-диабетиками. Море, солнце, самолет, потому что из шести детей пятеро самолет видели первый раз. То есть эмоции, конечно, были... Впечатлений. Да, но вот это бывает редко, но тем не менее это бывает, и мы максимально стараемся детей привлечь к таким мероприятиям. Ну, наверное, на этой положительной ноте программу нашу будем завершать. Спасибо большое, Светлана Алексеевна Зорина. Была сегодня у нас в гостях заместитель главного врача Кировской областной детской клинической больницы, а также главный внештатный детский эндокринолог. Сегодня мы говорили о детской эндокринологии, особенно диабете, о тех замечательных возможностях, которые приобретает Кировская область уже с этого года. Спасибо большое еще раз, Светлана Алексеевна, вам за то, что пришли. Очень надеюсь, что вы дальше нас будете снабжать информацией, рассказывать о новых достижениях. Спасибо. Здоровья всем вашим воспитанникам, подопечным. Спасибо большое, обязательно передам. Всего доброго. Всего хорошего. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.